Добрый день, друзья! Добрый день, дорогие друзья! Это открытая линия из Иерусалима. Как всегда, в это время, по средам, мы выходим в прямой эфир для того, чтобы молиться за вас, для того, чтобы стоять вместе с вами. И, вы знаете, я побуждаю вас присылать нам ваши вопросы, присылать вам прямо в прямой эфир ваши нужды, все то, что вы имеете. Если вы нуждаетесь, особенно отчаянно в этот момент, то мы здесь для того, чтобы поддержать вас. Слава Господу, со мной прекрасные служители, вы их время от времени видели. Если не видели, то я напомню, кто со мной в студии. Это Виль Станкевич, он один из пасторов-служителей из города Ришен-Лицион. Это служение Благовестника Иерусалиму. И также Михаил Самсонов, он представляет служение, он пастор. Служение также в Ришене. Живой поток. И также он уже долгое время, долгие годы, многие годы возглавляет такой портал, известный портал Yishua.org. Возможно, вы знаете, я думаю, что большая часть верующих людей знакомы с этим порталом. Так что, слава Господу, у него есть навык отвечать на вопросы. Поэтому сегодняшние вопросы у нас будут покрыты, потому что у нас такие, знаете, матерые знатоки в области теологии и также ответов на вопросы. Слава Господу. Ну, что вам сказать. Смотрел я вопросы, смотрел я нужды, которые нам присылают. И я хочу, чтобы мы начали с того, что мы прочитаем нужды людей, которые посылают нам в прямой эфир. Вот прямо сейчас я вас вижу, Людмила из Баршевы. Вы просите молиться за свою семью, особенно за детей Людмилу, Николая. У них нет детей, то есть она ждет внуков. И нет у Людмилы, Николая детей уже 7 лет. Поэтому она просит молиться, соединиться в вере за то, чтобы Господь дал им детей, этой семье. Светлана Россия просит молиться за исцеление позвоночника. Гузель просит молиться за сестру Кристину. Ей предстоит операция по-женски. Любовь просит молиться за исцеление коленных суставов. Уточняю, что ей 55 лет. Также просит молиться о защите, поддержке, поддержите меня в молитве. Мы, Любовь, поддержим вас в молитве. Фая просит молиться за сестру Рэму, обширный инфаркт у Рэмы. Лариса просит молиться за духовный прорыв, за откровение. Андрей просит молиться, чтобы жизнь наладилась, чтобы все было хорошо на работе и дома. Зоя просит поддержать в молитве, у нее какие-то проблемы на работе, предстоит зачет письменно, поэтому просит молиться. Давайте, друзья, помолимся сейчас за наших дорогих телезрителей и других людей, за кого они просят молиться и соединиться в вере. Аминь. Отец Небесный, мы поднимаем перед Тобой всех этих людей, кого я перечислил. Мы молимся за Людмилу, мы молим Тебя, Господь, о ее прошении. Мы соединяемся в вере, Господи, и просим Тебя, чтобы Ты коснулся, Господи, и даровал, открыл, дал им плод чрева, Господи, Людмиле и Николаю, чтобы помазание Твое, Господь, исцелило от бесплодия, чтобы сила Духа Твоего, Господь, сошла и исцеляла, и проникала, Господь, и сотворила чудо для этой семьи. Мы соглашаемся о Твоем чуде, мы соглашаемся о Твоих ответах и Твоем благословении на этой семье. Мы молим Тебя, Господи, также об исцелении позвоночника Светланы, мы не знаем, в чем проблема, но Ты целитель наш, мы обращаемся к Тебе весь этот месяц, Господи, мы молимся и ставим акценты на исцелении, поэтому мы просим Тебя и верим, что Ты исцеляешь позвоночник Светланы. Мы молимся за Гузель, мы просим Тебя о ее нужде, о Кристине, чтобы операция по-женски прошла самым лучшим образом, чтобы Ты руководил врачами, чтобы Ты исцелил, независимо от этого, Господи, просто целительная сила, восстановительная сила да придет. Мы молимся за любовь, чтобы Ты исцелил коленные суставы, чтобы Ты благословил, Господи, поддержал ее сейчас силой Твоей, помазанием Твоим, дай ей ответы Твоей, Господи. Благодарим Тебя за Фаю, мы молим Тебя за Рему, Господи, чтобы Ты исцелил ее сердце. Господи, мы провозглашаем исцеление ее сердца, восстановление после инфаркта. Благодарим Тебя, что Ты продлеваешь ей жизнь и благословляешь остаток жизни, Господи, и исцеляешь ее, Господи. Благодарим Тебя за Ларису и соединяемся и просим, чтобы Ты даровал ей прорыв, даровал ей откровение, дал ей, Господь, духа премудрости и откровение к познанию Тебя. Господи, мы также молимся за Андрея, чтобы Ты также наладил, Господи, дал ему разумение и мудрость, дал ему помазание, ясность, Господи. Дай ему четкость и озарение Твое, Господь, чтобы он шел Твоим путем и ощущал Твою поддержку. Благослови Зою, чтобы также на работе Господь она смогла сдать этот зачет, чтобы Ты нормализовал все вопросы на работе у нее. Дух Святой, мы поклоняемся Тебе, мы воздаем Тебе все почести, Господь, потому что от Тебя наши ответы, от Тебя наше благословение во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Я вижу от надежды Киосак из Америки вопрос, но я немножечко позже перейду к этому вопросу. Почему? Потому что мы должны озвучить нашу главную мысль в этом эфире. Вы знаете, что весь этот месяц мы общаемся на тему исцеления. С разных сторон мы поднимаем такие очень серьезные вопросы, откуда приходят болезни, куда уходят и каким образом Господь может исцелить. И есть ли у нас надежда, если даже мы болеем неизлечимой болезнью. Мы знаем, что Господь на все эти вопросы имеет ответы, но вот сегодня наш эфир посвящен, это такой подводящий эфир к Песоху. Мы говорим о Песохе, мы говорим о чуде пасхальном. Помимо всех чудес свободы и выхода на свободу, мы хотим сегодня акцентировать внимание на этом месте Писания, где написано, что Бог вывел народ свой и не было в коленах их болящих. Никто не болел, по крайней мере, какое-то определенное время, пока не начались там свои сложности и проблемы. Вот мы хотим поговорить по поводу пасхальной ночи, что на самом деле означало и в чем смысл пасхальной ночи был для евреев. Вот давайте, давайте, Авель, с вас начнем. Скажите так, ваше понимание, ваше откровение в отношении пасхальной ночи и что эта ночь означала для евреев. Ну, сегодня, да, мы с братьями как раз разговаривали на эту тему. Очень подробно об этом написано в книге «Исход», 12 глава. И как раз несколько моментов, которые для евреев, возможно, тогда были абсолютно нелогичными. То есть было непонятно, для чего нужно вообще этого бедного агонца брать за несколько дней до, чтобы он там мучился, жил у нас. Не написано, что его нужно кормить, кстати, нужно, чтобы хранился у нас. Потом нужно было его заколоть, потом нужно было его определенным образом приготовить, не сварить, а именно на огне обжарить, кушать его с горькими травами, с пресным хлебом. Все было непонятно. Почему нужно было именно пучок изопа взять, чтобы взять и помазать эти косяки дверей. Почему именно косяки с перекладинами? Почему нужно было запереться в доме и так далее? Да, можно было и себя помазать. Да, на самом деле, я думаю, что в этом есть два ключевых момента. Первый ключевый момент это в том, что Бог говорит, нужно съесть его полностью. Ягненка нужно съесть полностью, причем с головой, со внутренностями и так далее. Я думаю, что в этом есть понимание того, что мы должны принимать Бога так, как Он есть полностью, не выбирая, что хорошо, что плохо, что вкусно, что невкусно. И второе, там ведь не было сказано, что Бог спасет именно евреев, которые будут это есть. Ведь тогда же не было ватсапов, телеграммов и так далее, где можно было в секретную группу написать инструкции, что сделать. И на этом все закончено. Точно не было, может быть? Я думаю, что не было. Не было, да. Просто в то время не находили, когда раскопки производили, не находили мобильные телефоны. Не находили. Ну, может, у них что-то другое было. Может быть. Но факт то, что такие вещи объявляли всему народу. Это не было какой-то там слух, который ходил по улицам. Они объявляли всему народу. И, скорее всего, видя египетские казни, египтяне тоже помазали, сделали то же самое. И, на самом деле, доверие Богу заключалось в том, что, во-первых, нужно было все это исполнить. Те египтяне, которые поверили. Да, да, конечно, которые уже видели казнь и увидели, с кем у них есть дело. И нужно было просто довериться Богу в чем? Во-первых, выполнить все, что нужно было. Второе, нужно было быть готовыми встать и уйти, потому что нужно было быть обутыми, одетыми, с посохом в руках. И третье, нужно было запереться и не выходить никуда до утра. То есть не надо было каждые пять минут выглядывать за дверью и спрашивать, прошел там ангел смерти или не прошел. Нужно было запереться и ждать до утра. Так вот, я думаю, что, на самом деле, все это было бы прототипом того спасения, которое пришло в нашей жизни в свое время. Когда каждый из нас уверовал в Иисуса Христа, мы должны были принять его полностью. То есть всю полноту этого спасения. Возможно, где-то мы говорим, о, да, он где-то усложнил нам закон. А в других местах, о, он об этом вообще ничего не говорил. Второе, нам нужно было довериться ему, то есть просто, вот, как говорится, умереть для греха, да, и больше не выглядывать в ту жизнь, с которой мы ушли. И третье, нам нужно было сделать так, чтобы мы были готовы получать даже нелогичные вещи в свою жизнь. Ну, я думаю, что как раз был прототипом спасения сегодняшнего, когда мы выходим из этой страны рабства греха в свободу в Иисусе Христе. То же самое было и там. Выходили из рабства, которое они знали последние, там, скажем, 50 лет в Египте, в свободу, в землю обетованную. Другой вопрос, что Бог по милости своей нам сегодня позволяет, ну, будем так говорить, хорошее такое христианское слово, согрешать и исправляться. В пустыне Бог это им не позволял. То есть он говорил конкретно, что делать, что не делать. Если кто-то не делал, то, соответственно, его ждала кара за это. Сегодня мы живем немножко при других условиях, но Бог, он один и тот же. И мы знаем, что его спасение, оно было актуально как тогда, так и сегодня. И, возможно, где-то оно нелогично. Возможно, где-то что-то Бог сначала говорит, Бог тебе все даст. Может быть, он сначала все заберет, а потом даст что-то лучшее. То есть к этому нужно быть готовым. Михаил, у меня, помимо того, что ты дополнишь или, я не знаю, исправишь или перевернешь все в русло, скажешь, что все не так, я хотел бы попутно задать вопрос, почему Бог выбрал такой путь, что нужно было проливать кровь этого агнца, ведь в Библии были жертвы, которые приносились. Да, там даже есть такое подозрение, что начиная там от Эдемского сада до согрешения, написано, что Бог одел людей в кожаной одежде. Там не написано, что была пролита кровь, но где-то же он взял эти кожаные одежды. И некоторые говорят, что это была принесена жертва какая-то для того, чтобы одеть эти шкуры животных. Их нужно было до этого убить. А потом мы видим в ситуации с Кайном и Авелем, есть подозрение на то, что Авеля жертва была лучше, потому что он пас стада, он принес, пролил кровь. Но сегодня я несколько раз слышал, что это могла быть не пролитая кровь, это могли быть какие-то еще пути, какая-то жертва другая, потому что Бог, скажем, Авель угодил Богу именно вот таким образом. Потом сегодня евреи не приносят жертвы. Сегодня же они не приносят жертвы. Очень хотят начать это делать. Они переходят, перешли на, скажем, на другой уровень. Они приносят жертвы, только по жертвам. Там написано плод уст, там написано волов наших уст мы принесем у пророков. Я не помню, сейчас где-то место, могу найти, пока Михаил будет говорить. Но они хотят приносить жертвы. Это Давид, да. Нет, это не Давид, это один из пророков. Я сейчас найду из Давидов. Ну, хорошо, да. Михаил, что ты скажешь? Не знаю, с какой части начать. Начни с какой-то, да. И коснись того, что… Давай уйдем туда, в самую дальнюю даль, к Авелю и Каину. Конечно же, с какой стороны, не смотри, столько толкований на это местописание. Почему именно? Там принял, там нет. Я считаю, у меня тоже есть мнение. Ответы позже. Ответы в том, что потом сделал Каин в отношении Авеля, а еще перед этим, что Бог сказал Каину. Он говорит, ты завидуешь. У тебя внутри нехорошо. Вот там вот проблема вся, которая потом выплеснется наружу, безусловно, что и, в общем-то, произошло. То есть, он приносил жертву. Я не думаю, что она была чем-то хуже той жертвы, которую принес Авель. Это мое мнение. То есть, я не думаю, что там дело в крови или в характере предмета приносимого. Там вот животное, там он же работал, эту пшеницу возделывал. И вот от своего труда, как говорится, отделил. Дай Бог многим из верующих сегодня так поступать. Вот трудиться, а потом отделять. Вот просто в сердце там было ненормально. И во что это потом вылилось, тоже мы все уже прекрасно знаем. Видя его сердце, видя то, что приходя к Богу с жертвой, он тем не менее находится вот в злости в такой. Вот он эту жертву не взял. Не взял, это мое мнение. Касательно того, что же было тогда в эту ночь. Авель замечательно ответил. Здесь, как говорится, вот чтобы своими комментариями не испортить заявление предыдущего оратора. И, как говорится, не снизить эффект его спича. Буквально пару слов скажу. Конечно же, Богу нужна наша вера. Вот доверие себе он очень высоко ценит. Мы это знаем. Без веры Богу угодить невозможно. Все параллелится. Вот смотрим, Авраам получил предложение уйти с нажитого места в непонятно куда. Израилю предлагается вместо отдыха, потому что завтра же идти на работу и обжигать эти кирпичи. Вот не спать, а, как говорится, тратить то, что вот они там... Не думаю, что у них были такие обширные стада, наверное, они были бедненькие. Мне когда было, в общем-то, их как-то эти стада и выпасать особо качественно. И вот им предлагается положить все на кон, вот сюда в эту ночь все запустить. И наесться вдоволь, и не выспаться. И самое страшное, вот я вот сейчас ставлю себя на место еврея, живущего 3,5 тысячи лет назад. Встать и вместо работы просто уйти. И вот как это страшно. Там охрана поставлена, тебя ждут на работе, на смотрщике с плетьми. Маше сказал, все будет нормально, Бог обещал. Вот здесь вот нужно поверить тому Богу, который обещал. У нас сегодня тот же самый вызов. Много вот нам Бог чего обещал. Вот три Библии на столе лежит, четыре даже. То есть еще в телефонах у каждого. И у вас, друзья, у всех есть. То есть и вот там нам много чего Бог обещал. С одним единственным условием поверить. Вот верим, получаем. Не верим, вот постоянно терзаемся одними и тежими вопросами. Где же ты, Боже? Вот я думаю. Это хороший ответ, да, в отношении веры. Да, даже те условия, которые Господь говорил им, да, выполнить тот же Иссоп, косяки дверей дома, тот же... Спасная странность здесь, да. Да, это тоже вопрос доверия. Хотя им было сложно поверить. Это же не то, что написано, Моисей пришел, рассказал им про прекрасную страну, про то, что они будут жить счастливы и будет все прекрасно. А и написано, они послушали, и написано, не поверили. То есть они из-за тяжести работы, из-за отягчения этого, из-за малодушия, да, они так, да, пришел проповедник, проповедует. Ведь хорошо ты подчеркнул то, что у каждого из нас есть Библия, да, сегодня. У нас есть куча проповедников, у нас есть телевидение, да, через которое можно включить и послушать, и ободриться. А что у них было, да, был какой-то Моисей странноватый, который пришел, и написано, каждый раз, когда он ходил к фараону, им становилось все хуже и хуже. Они даже просили его, говорят, не ходи больше, не надо, потому что каждый раз, когда ты там что-то загибаешь и что-то закладываешь, нам становится хуже, потому что условия работы ухудшаются. Это интересный тоже момент. Почему? Потому что иногда нам кажется, что, когда Бог хочет вывести нас на свободу от каких-то проблем, то нам кажется, что ситуация будет улучшаться, что будет легче, лучше. Вот теперь Бог сказал слово, пришел ко мне проповедник, или там я стал частью группы какой-то, где вдохновенно мне там проповедуют, и кажется, что все обстоятельства сразу должны измениться. Вот что, знаете, обманывает людей, да, когда они, я вспоминаю одного брата, который пришел вместе со мной в церковь, я помню, у него была проблема, он заболел болезнью, и он говорит, я пойду к Богу, буду молиться, чтобы Бог исцелил меня, и он так вот простоял где-то две недели, вот так ходил, молился, и за две недели не произошло ничего, более того, там ухудшилась ситуация. И он говорит, все, я верил, верил две недели, все, хватит, то есть Богу надо верить две недели, я ему отмерил, если это не произошло, все, я типа расстроен, и он перестал на какое-то время ходить даже на собрании, я его тогда ободрял, я говорю, Богу верить надо все время, да, и несмотря на то, что в тебе, какие изменения происходят, скажите мне, скажите мне, братья, вот Михаил, да, ты закончил, я хочу, чтобы ты пояснил, зачем Богу нужны были казни, потому что все моменты, да, почему Бог проводил именно таким образом, Он хотел, чтобы люди повиновались Ему и шли, но вот этот момент, что от Бога приходят казни, и что Он взял и казнями, да, 10 казней таких мучительных, и может, можно было как-то по-другому, можно было как-то без казней, допустим, ну, как мы хотим, чтобы все было ровно, без катаклизмов, без потрясений, потому что когда потрясение, люди сразу дают Богу, а где Бог, а где Бог, ну, то есть, куда Он смотрит, скажи вот твое мнение, может, можно было просто послать Моисея и так сказать, ай да, уходим, Зачем эти казни? Ну, да, 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 может быть, да, кстати, Ты не думал, ты не думал, да, может быть Но вообще Всевышний выбирает идеальное решение, мы знаем, да, его воля, она какая, мы помним, вот есть стихи, которые мы помним, даже не нужно их на холодильнике прописывать дополнительно, воля Божья благая, угодная и совершенная, да, вот это была совершенная воля, казни, конечно же, значит, иначе было нельзя, мы все знаем из вот разных библейских школ, кто семинарию закончил, многие толкования читали на эту тему, что этими казнями, и там прямо написано, что он совершил суд над божествами, Египет верил во все, что шевелится, как в богов, и вот во все то, что было казнено, он верил, как в богов, мы вот так вот знаем, да, вот как это все перепараллелить на сегодняшний день, на сегодняшний мир, на нашу с вами жизнь, ну, мошек не жалко, разумеется, и саранчу, наверное, не жалко, особенно в северных странах, где ее, в общем-то, и нет, но тем не менее, вот что опасно, опасно сотворить себе кумира, потому что бог, сражаясь за твою душу, чтобы она не попала в ад, он может произвести казнь над тем или над чем-то, вот во что ты веришь, как в бога, ты не заявляешь, что это... Иногда проскакивает, да, забываешь, что... Значит, конечно же, мы не называем что-то богом, вот как вот раньше, да, наверное, но тем не менее, иногда наше сердце так прилеплено, так мы от кого-то зависим, так мы вот о чем-то думаем, как нужно думать о боге, так мы кому-то доверяем, как можно доверять только богу, так мы кого-то боимся, как можно бояться только бога. Опасное состояние очень на самом деле, здесь не нужно провозглашать это богом, здесь достаточно того, как твое сердце к этому относится, и это опасно, ты ставишь под удар того или что-то, что бог может сдвинуть вот из твоей жизни, там со всеми последствиями этого процесса негативными, вот лишь для того, чтобы спасти тебя, спасти твою душу. Да, я думаю, вот добавить здесь только единственное, что правда, что египтяне верили во все, что шевелится, но, кстати, в то, что они шевелятся, они тоже верили, но дело даже не в этом, дело в том, что проблемы-то были всегда, всегда умирала скотина, которая вдруг там паслась, вдруг умирала, и всегда какая-то там появлялась кровь в воде и так далее, но сегодня много толкований на тему, ну, это вот такие водоросли красные там расплодились, но там написано в Писании совершенно четко, вся вода в Египте стала кровью, то есть ида, которая из фонтанов текла и которая сейчас стояла на столе у фараона. То есть бог показал, что он бог всего, он не бог чего-то, там ведь у египтян были боги, этот бог там того, это бог этого, этот бог этой пирамиды, этот бог той пирамиды, но бог показал, что он бог всего. Таким образом он, ведь жрецы египетские пытались что-то там сотворить против, да, и что-то у них даже получалось, но когда они створили змеев из своих посохов, то посох наших покушал посох ихних, да, и получается, что бог показал таким образом, кто хозяин в доме. Я думаю, что ожесточение сердца фараона было не с целью того, чтобы он начинал давить на евреев, да, скажем, а для того, чтобы он понял, что как бы он там ни старался, он все равно не сможет ни силой колдовства, ни силой своих божеств победить бога всего. И последней казнью, я думаю, что она была 11, она была последняя и завершающая для всех, это была гибель всей армии фараона под водами Красного моря, потому что там все увидели, что да, он раздвигает воду, но и там они не поняли, для чего он это сделал. Они подумали, что возможно это так и надо, но он показал, что кому надо, надо только тем, кто идет за богом. И в этом был смысл казни, и особенно последнее, чтобы израильтяне видели. Другое дело, что они увидели, а потом там, отойдя 3 метра от моря, спрашивали, почему у них тут кастрюли с мясом нету, это другой вопрос. Но израильтяне видели все казни египетские, они видели, как бог это творит. И эти казни были в основном для египтян, а для израильтян все-таки. Это интересные мысли. Вы знаете, это целый процесс, как я вот вижу, когда бог начинает говорить с Моисеем и начинает наперед ему объяснять, ты пойдешь к фараону, но фараон не послушает тебя. И вот я подумал, да, вот я встретился с богом, горящий куст, все остальное, я прихожу к богу, и бог меня посылает, да, и говорит, пойди освободи мой народ и все остальное. Большая часть из нас считает, что бог это вот такой факир, фокусник, который вот так раз и сразу и сразу решил, да, мы не хотим страдать, мы не хотим терпеть, мы не хотим ничего. Мы хотим прийти к богу и чтобы бог сделал то, что мы хотим сейчас и никак не позже. Иначе мы ставим под вопрос, может быть это тогда не бог, бог, потому что в нашем понимании бог это вот так, бац, и он должен сделать. Ну, я имею в виду в человеческом. То есть, если бы я слышал эти слова, ты пойдешь, да, вот как мы молимся, господи, реши вопрос с начальником, реши вопрос с тем, с этим, с этим, мы хотим, чтобы этот вопрос решился. Теперь интересный момент, то, что я думал, если бы я слышал, как Моисей, ты пойдешь к фараону, но он тебя не послушает, у меня бы был вопрос, господи, подожди, ты бог или не бог? Если я иду, я слушаю из твоей воли, как это не послушает? Я же пришел от тебя. То есть, понимаете, да, вот этот момент, впечатление такое, что даже эти 10 казней, 10 вот этих моментов, да, которые бог там придумал или сказал Моисею, бог, конечно, предусмотрел абсолютно все, он знает все, да, наперед, он знает, что произойдет сердцем фараона, что произойдет сердцем, Моисея, что, как народ отреагирует, ведь бог заблаговременно уже проговаривает ему и ведет его, да, и, и посмотрите, Моисей уже отторговал мужчин, да, фараон на какой, на каком-то стадии, на каком-то определенной казни, он ему говорит, да, он ему говорит такие слова, что ты попросишь вывести мужчин, но ты должен вывести абсолютно всех, то есть, посмотрите, да, вот этот момент, я подумал, если бы я отторговал мужчин, пришел и подумал и сказал, победа, фараон отпускает мужчин, хотя до этого никого не хотел отпускать, и бог говорит, ты должен пойти и продолжать ходить, потому что должны выйти все. И вот это очень интересный момент для меня, то, что я просто понимаю, что бог ведет каждого из нас к своей свободе через конфронтацию с этим фараоном. Мы же, как люди слабые, мы же готовы сдаться, мы готовы согласиться на даже, на часть, которую нам дают, а весь вопрос свободы, это получить полную свободу, то, что бог дает, то, что он определил для тебя, а не то, что ты там выторговал, да, у этого фараона, если бог определяет для тебя часть свободы, то он имеет для тебя эту свободу, и, конечно, мы хотим избежать этого фараона, чтобы с ним не разговаривать, чтобы с ним вообще не встречаться, но иногда нам нужно пойти на грозу, нам нужно пойти, и, возможно, ситуация не решится сразу, потому что бог, очевидно, контролирует абсолютно все, но каждого из вас он ведет своим путем, он приведет и дарует вам исцеление, благословение, ответы свои, а иногда в этой борьбе мы не видим высшего, высшего смысла, но, тем не менее, важно знать, что он ведет нас, контролирует, и, может быть, ответы не сразу приходят, но они придут. Поэтому, дорогие телезрители, мы прервемся сейчас на несколько минут, у нас реклама будет, оставайтесь с нами, и дальше мы будем продолжать идти глубже в исследовании этих вопросов. Будьте с нами. С самого детства я болела, у меня были постоянные головные боли, часто ангина, и я не знала, почему и врачи не могли поставить никакого диагноза. мне приходилось часто выходить из класса, это особенно после восьмого класса, как бы экзаменационные бороться, таки уже класс восьмого класса, но болезнь, она не спрашивала, это я сейчас понимаю, что это есть грехи, да, не могла двигаться, шевелить головой, что-то, или глаза двигать, и я не могла, я не могла открывать глаза такой боли, хотя я обследовалась, и масштаб проходила, но мне сказали, для чего ты сюда пришла, у тебя голова как у младенца, а ничего у тебя нет. Я говорю, чего тогда у меня такие головные боли? Не понимаю, говорит, не знаю, может, вы просто придумываете, может, не хотите работать, то есть вот такие были, такие были ответы, как в Писании написано, да, что будут видеть, но не увидят, будут слышать, но не услышат, и я точно такая же была, я видела, но не увидела, я слышала, но не слышала, то, что истины не слышала, хотя я и сама знала, что есть Бог, всегда верила в Бога, и всегда общалась с Богом, как могла, и когда дети были маленькие, я всегда молила Богу, когда они начинали болеть, заболевать, я просто говорила, садилась возле окна и говорила, Господи, ведь тебе нет ничего невозможно, ты просто прикоснись, если мои дети, я просто ревела, я не понимала, почему слезы текут, я читала, изначально думаю, что все, только вот написано, что ранами Иисуса Триста мы уже исцелились, вот как бы одно и то, я думаю, одно и то же, я не буду я это лучше читать, сколько можно это читать-то, и это, и что-то внутри побуждало меня читать эту книгу, и я, потом мама как-то мне говорила, там где-то в конце есть молитва об исцелении и молитва покаяния, и когда я это читала, естественно, что-то происходило, и я какие-то места, может, это для меня между строками, это где-то написано было, да, что вот такая-то болезнь, от такого-то греха, и я каялась, я говорю, Господи, так это я такая, не тот, это не мои родители, это я такая, и просто Бог, то есть я уже после того, как я покаялась, оказывается, уже прошло месяц, и я поймала себя на том, то есть Бог дал это мне понимание, потом я поняла уже, что, неужели уже месяц прошло, что я даже ни одной таблетки не выпила, что я даже скорую помощь не вызывала, да ну не может быть, вот думаю, вот с этого периода я буду наблюдать за собой, и я наблюдала еще месяц за собой, что и на самом деле, что у меня нет никаких головных болей, что внутренне у меня что-то, внутри меня стало что-то легко, и я не понимала даже, я дошла с работы и Богу задавала вопрос, я говорю, Господи, что со мной происходит, я понимала, что вот какого-то груза нет во мне, что-то произошло со мной, я говорила, Господи, что происходит со мной, чего бы во мне не хватает, и если, будучи ребенком, я всегда думала, что я приемная дочь или помененный ребенок, то есть я не считала, что я их не дочь, моих родителей, да, а тут понимание пришло, что это вот, это год, который она тяготила меня, ее не стало, и пришло понимание, что мои родители, это мои родители, что я их не дочь, и просто я шла по дороге, перекопала перед Богом, если кто-то может, видя, как я шла, просто плясала, танцевала перед Богом, я просто благодарна Богу, то, что Бог сделал мне из жизни, что Бог дал простить и мужа, простить каждого любого человека, простить себя, по слову Божьему, потому что Бог говорит, прости, дабы тебе было прощено, и наполнил. Возлюбленные Божьи, Господь с вами, это открытая линия из Иерусалима, со мной прекрасные пасторы, служители, которые вместе соединяются в вере, чтобы молиться, чтобы верить вместе с вами, и я вижу любовь, вашу просьбу из Харькова, вы просите молиться за спасение, освобождение внуков, детей, и за полное, ваше также восстановление и исцеление, мы помолимся, Валера Марина просит молиться за друга семьи, за Володю, у него рак кишечника, четвертая стадия, мы помолимся, также Ирина из Казахстана просит, она свидетельствует о том, что великая радость, а сегодня одна моя сотрудница на работе покаялась, примирилась с Богом, ее зовут Оксана, и просит помолиться, чтобы она возрастала в Господе, и благословить ее, мы помолимся, мы просто разделяем с вами радость, потому что это самая большая радость, которая может быть, когда человек обращается, отдает свое сердце Господу, Нелли Дегтярева из России просит молиться целый список за Миру Николая, за Ташбулата, за Софию, за Марину Диму, за Женю, за Кристину, мы помолимся за всех этих людей, я вижу, что вы просите молиться за их покаяние, в большей части за покаяние, исцеление Димы, и Миры, и Николая. Анна просит молиться за спасение мужа Вардана, за родителей моих, Виталия и Этер, также за Гагика, мы помолимся, Татьяна Викторовна просит молиться за исцеление от грыжи в животе, вот давайте помолимся, друзья, за всех этих людей, и за новоприбивших, за спасенных, и за тех, которые обратятся к Господу. Отец Небесный, мы поднимаем перед тобой всех этих людей, мы молимся, Господи, в согласии с братьями, о том, чтобы ты исцелил внуков любови, Господи, чтобы полное исцеление Твое также пришло в ее тело, мы молимся за Владимира, ты видишь его, ты видишь и знаешь, Господи, его по имени, ты видишь, что он страдает на одре, болезни, мы молимся сейчас, чтобы ты пришел и коснулся силой Духа Святого, чтобы ты, Господь, исцелил его кишечник, мы провозглашаем исцеление на его кишечнике, мы молим тебя, Господь, чтобы ты коснулся его. Я просто чувствую и вижу, что если у вас есть возможность прийти и помазать его елеем, возложить на него руки, чтобы он мог почувствовать, пережить это прикосновение, я верю, что Господь будет действовать через вас. Отец, мы просто соединяемся и высвобождаем, и просим тебя, высвободи свои ответы и свое исцеление, Господи, во имя Иисуса. Мы просим тебя также, чтобы ты укрепил сотрудницу Ирины, чтобы Оксана, Господи, крепла в тебе, чтобы ты вел ее своим путем, своей дорогой, чтобы, Господи, она была доброй почвой, в которую ты садишь эти семена любви, семена веры и благословения, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы молимся за всех, о ком просит Нелли. Мы молим тебя за исцеление Николая, Миры и Димы, и Ташбулата, и Софии. Мы провозглашаем благословение над Виктором, над всеми, кого она перечисляет здесь, чтобы, Господь, твое покаяние пришло в их сердца, чтобы ты, Господь, пробудил их к жизни, Господи, воскресил их с собой, Господи, во имя Иисуса Христа. Благодарим тебя за исцеление, также Анного мужа Вардана, за родителей, Господи, и за Гагика, чтобы твое исцеление также возрастало, и спасение было в этих людях, Господи. Мы молимся, также, исцели Татьяну от грыжи в животе, мы провозглашаем Твое благословение, Твои ответы во имя Иисуса Христа. Мы также молимся за всех, кто у телеэкранов сейчас, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Твое откровение об исцелении, Господь, поселялось в сердце, Господь, этих людей, чтобы Твои ответы приходили, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы верим Тебе, Господь Иисус, Ты целитель наш, Ты наш агнец, Господь пасхальный, который пролил свою кровь за нас, Господи, и сейчас мы можем верить Тебе, доверяться Тебе, Господи, что Ты, Господи, являешься нашим спасителем. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, друзья, мы с вами рассуждаем о пасхальной ночи, потому что буквально через несколько дней в Израиле наступает Песах, и мы все очень рады этому. Постепенно пропадает хлеб обычный в магазинах, и появляется маца. Наши русскоязычные братья запасаются сейчас хлебом как можно больше, но те, которые вместе с народом израильским соблюдают Песах, радуются и той маце, которую можно купить в магазине, и на самом деле с мацой пройти это тяжкое время Песаха, каждый день намазывая там что-то на эту мацу. Я знаю, у меня тетя готовит такие прекрасные, знаете, с мацой, такие пирожки. Вот такое тоже бывает. Не у всех есть такая тетя. Не у всех, да. У меня здесь в Израиле есть такая тетя. Где живет твоя тетя в Израиле? Да. Где она в Петахтике? Каждый раз я приезжаю и кушаю из мацы такие пирожки. Друзья, давайте ответим на вопрос, «Ангел-губитель, который проходил, был от Бога или от дьявола?» Потому что от Бога приходит только доброе. Как от него может прийти этот ангел-губитель? Ваши мысли на этот счет? Вот, Авель, давай с тебя начнем. Во-первых, давайте так. Я не буду, что называется, мудрствовать лукаво. Здесь написано, «И пойдет Господь поражать Египет». То есть, тут написано, кто пойдет поражать Египет. Другое дело, кто вершил эту казнь, чьими руками это делал. Смотрите, когда мы читаем книгу Иова, например, мы видим, что Бог сам Иову ничего не делал, хотя Иов был уверен, что это от Бога. Мы видим, что это делал дьявол. Но у дьявола были полномочия. Вот досуда можно, а дальше нельзя. Возможно, еще раз... Да, потому что он к нему приходил и просил, и говорил, «Ты видишь, ты оградил его защитой, да, везде оградой, и я не могу ему ничего сделать». И, скорее всего, я еще раз говорю, это мое мнение, скорее всего, может быть подобное, мы видим и здесь, что проходил, там написано «Ангел смерти», с одной стороны, но с другой стороны, пойдет Господь поражать Египет. То есть это было Божье допущение и предупреждение. Предупреждение, скорее всего. Ну, опять же, я основываюсь на том, что я читаю. Возможно, есть какие-то у кого-то, вот, может быть, у Михаила есть откровение на эту тему. Я уверен, что у Михаила есть совсем другие мази. Нет, вполне возможно. Но я привык просто доверять тому, что написано, и не додумывать свое. Есть много разных толкований сегодня в том же иудаизме по поводу того, кто это был. Возможно, Бог просто сказал, «Ну ладно, все, теперь Египет уже немой», хотя это неправда. Вписание говорит, что два народа будут моим народом. «Египет, типа, немой, все, я отойду в сторону, а ты, ангел смерти, здесь поработай, пока я вернусь, чтобы к утру все было закончено». Ну, типа того. И такое толкование тоже имеет место быть. Оно, как бы, в общем, не противоречит тому, что написано. С другой стороны, мы видим, что речь шла здесь о двух персонажах, да, ангел-губитель и Господь, который поражает Египет. Возможно, сам Господь, как царь, да, он не идет казнить, да, написано, «Царь казнил того». Он же не своими руками казнил. У него есть палач. То есть, вполне возможно, что это был инструмент в его руках. Почему я говорю, что вполне возможно? Потому что, когда мы читаем историю Саула, да, мы пишем, мы видим, что там написано, что отошел Дух Господень от Саула, и он был раздражаем злым духом от Господа. Да, то есть, Бог может посылать и злого духа работать, или допускать злого духа работать, потому что иначе он, как бы, ну, несуверенный Бог, то есть, ему все подчиняется. И если говорить о нас уже, о христианах, мы посажены, о десной Бога на небесах, над всеми мироправителями злоподнями. Окей, окей. Скажи, Михаил, свою точку зрения на этот счет. Ну, единой точки зрения на эту тему, в общем-то, нет в христианской среде, причем как в исторической христианской среде, так и в современной. То есть, я согласен с Савельем, здесь ясно сказано, что Господь инициатор, вот чьими руками, понимаете, вот если кто-то кого-то отправил совершать преступление, то судить будут того, кто отправил, и того, кто совершил. А, собственно, больше дадут тому, кто отправил. Ну, если хоть кто-то немножко в юриспруденции что-то слышал, знает или читал, он со мной согласится. Поэтому я здесь не хочу, вот, как бы, играть тем, что сатана сделал, Господь, да, но это же не он, это же сатана. Вот здесь ясно, что у Бога есть право вершить суд. Заметьте, что, вот мы читаем откровение четыре всадника апокалипсиса. Вот что они делают там? Вот они приходят и всем раздают гуманитарную помощь. Правильно? Вот, нет, они там выливают чаши гнева, и потом вот что-то на земле такое происходит, в результате чего многие гибнут физически. Это раз. Второе, нужно понять, что то, что люди думают о смерти, это не совсем то, что Библия называет смертью, вообще-то. И этот вопрос, я думаю, настолько серьезен, что ему следовало бы посвятить время для изучения, потому что Бог больше, чем о нашем теле, естественно, заботится о нашей душе, и в ряде случаев о теле нашем не заботится вообще, как бы кто что не говорил, потому что в итоге нас переоденут в другое тело, если мы выберем верить, совершимся в вере, и предстанем пред Господом на небесах. В том случае, который мы сейчас разбираем, Бог производит суд, Он посылает ангела, и, ну, не знаю, вот Савелий согласен на все проценты, я почему-то сейчас вспомнил такое церковное предание, что за несколько дней до смерти Бог послал к Мириам, к Марии, ангела Гавриила, то есть тот, который изначально и вообще говорил ей о том, что у нее будет сын, и это будет Ишуа, и вот он в том случае выступил как ангел, ангелос, вестник, да, вестником смерти ее, то есть видите, как все непросто на самом деле. Я не думаю, что для нашей жизни этот вопрос критически важен, здесь важно другое, что если, конечно же, мы понимаем, что Бог, Он судья, и суд нечестивым – это смерть, то, в общем-то, понятно, что кто-то будет реализатором его воли в этом отношении. Вот такие вот ответы, друзья. Я бы добавил, я бы добавил своего понимания во все это. Почему? Потому что важный такой момент, важный такой момент, на котором бы я вот сосредоточил внимание, это то, что, конечно же, Новый Завет нам показывает волю Отца и самого Отца больше даже, чем в Ветхом Завете. Почему? Потому что это произошло уже после прихода Христа. Христос, написано, Он, единородный Сын, сущий внедрючим, явил волю Отца, то есть другими словами никто нам не мог так явить. И по Отцу Божества телеса, в общем, да. То есть мы можем ориентироваться по Христу. Мы можем ориентироваться по всем, не то, что мы пренебрегаем Ветхий Завет, потому что все написано, они говорили о Христе. В них был сущий Дух Христов. Об этом говорит Библия. И поэтому, как бы, какие-то вещи они могли не понимать. Это ничем не принижает, скажем так, то, что писал Моисей. Но, тем не менее, мы можем сравнить волю Отца не по Моисею, прежде всего, а по Христу. Потому что Христос, как бы, проявил и показал нам, то есть другими словами, Христос ходил и благотворил людям, исцелял, изгонял демонов. Ну, дел добро. Он принес нам благую весть. Он был глашатой по его поведению, по его движениям, по его словам. Можно было бы определить, какой отец. Ведь он говорил, я и отец одно. Моисей этого сказать не мог, хотя Моисей великий праведник, великий пророк, великий человек своего времени, но он имел определенную часть. Да, он также говорил, он также говорил пророческое слово о Христе. По этой причине я вижу в этом, что только во Христе у нас собирается полная картина о Боге. То есть, если это были предвестники, это были люди, говорящие о Христе, то во Христе можно увидеть полноту. Поэтому, когда человек задает вопрос, считывая, скажем, Ветхий Завет, то, что мы сейчас, Тору, Тору читаем, и смотрим, и считываем, и хотим увидеть полную картину о Боге, ведь все равно даже мы ее комментируем, да, мы ее комментируем, все равно в свете новозаветного понимания. Потому что в Ветхом Завете, имея только Тору, люди могли иметь только какую-то часть через Моисея, когда он им рассказал, это была полнота для того времени, но все равно без Христа мы не можем судить ни об этой книге, да, как в этом случае говорится. Причем ни об одной из вещей мы не можем судить до конца. Вот как раз здесь и остается тот простор для угадывания, который в итоге приводит народы в исторической перспективе к каким-то тупикам, например, вот к каким-то таким вещам в иудаизме, которые позволяют отрицать Мессию Иешуа. Вот, да. Поэтому любые попытки как-то исследовать, как-то понять без Иисуса Христа, конечно, мы не поймем. Хотя вы видите, большинство вещей, на которые акцентировал Христос внимание для фарисеев, да, когда он с ними разговаривал, он же что? Он ссылался на ветхозаветние писания и говорил, вы хоть там запоминаете наизусть некоторые части книг, да, или всю книгу, но вы не понимаете смысла. Да. Он говорит, вы не знаете писания, вы не знаете, вы заменили предания, да, человеческие, настоящему писанию, то есть другими словами, как я вижу, исследуя даже ветхий завет в духе Христа, да, понимая Отца, понимаешь, даже там можно увидеть того любящего Бога, который в этой даже ситуации, он же дает многократно этому фараону покаяться. Ну да. Понимаете, да? То есть можно ориентироваться на то, что он же дает возможности. Мы видим раз от раза фараон делает решение в пользу того, чтобы свое сердце взять и ожесточить. Ну смотрите, каждый же в свое время нес какую-то весть кому-то. И вся, ну будем так говорить, я не люблю его называть на самом деле ветхий завет, хотя мы привыкли, он первый завет. Ну, чтобы людям было понятно. Да, он первый завет, и в книгах первого завета там каждый кому-то несет какую-то весть, да, то есть на греческом языке, а у нас все переводы на иврит, они из греческого септуагинты, там написано, что это, ну, ангелиум, да, то есть какое-то известие. И единственное место, где действительно кто-то принес благую весть в ветхом завете, это был тот момент, когда пришел глашат, гонец, и рассказал о смерти Саула, Давиду. Он-то думал, что он несет благую весть, но сам Давид огорчился, то есть получается, что да. Благая весть, она на самом деле, по мнению, только человеческому благая. И только в Новом Завете мы видим, что там написано эуангелиум, то есть благая весть, по мнению самого Бога, нигде больше Бог не призывал нас нести какую-то благую весть, потому что это все было человеческое. То же самое здесь, в момент вот этого вот, в момент спасения, смотрите, что происходит. люди воспринимали все по-своему, никто не воспринимал эти вещи по-божьему. Каждый думал, ой, это, наверное, против меня или против него, или давайте нам кастрюлю с мясом, или где наши перепелки, или там еще что-нибудь. Но у Бога своя программа. То же самое, видим повторение практически той же истории, потому что все-таки Библия, она про евреев, для евреев, и о евреях написана. Там написано в Деянии апостолов, по-моему, это в первых... Ну, для других тоже она написана. Понятно. Да, я просто говорю, что изначально, да, там в Деянии апостолов, по-моему, в первой главе, там написано, что Иисус говорит, не уходите из Иерусалима, будьте свидетельны. И они раз-таки, опа, сейчас мы получим силу. Значит, не в это ли время ты царем станешь, и мы твоей властью будем эту силу применять. То есть, каждый думал о человеческом своем. Каждый хотел сейчас, как в самом начале мы и говорили, вот в этот момент для нас, так как мы хотим, и в тот момент, как мы желаем. Скажите мне, вот ответ на такой вопрос, как понять выражение, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Ведь посмотрите, что написано в Римлянах, это уже Новый Завет, да, и мы видим апостол Павел, который пишет такие слова, ибо он говорит Моисею, Бог, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. То есть, кто, не переживайте, я судья праведный, да. Итак, помилование зависит от желающего, а не от подвязающегося. Но от Бога милующего, это я читаю с 9 главы, римлянам 16 и 17, далее стих. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Да. Контекст, вот здесь сразу первым словом, да, скажу контекст. Мы не можем оторвать этот стих от всего того, что написано до него, после него, и вообще от цели, которую имел вот Павел в себе, отправляя послание в Рим. Вообще, какова была цель? Мы же видим, там проблема явная. Проблема какая? В Риме решили, вот, отталкиваясь от старых понятий, в оценке воли богов, вот как привыкли считать, что раз, значит, народ избранный, теперь вот нашим новым богом, раз он был отвергнут, вот бог отвергнут тем народом, который был его, значит, все, богу в норме обидится, и теперь мы будем взамен, значит, их, мы будем новым богом. Вот, все послание римлянам, в принципе, разбирает, вот по молекулам, вот так вот рассыпает, соединяет потом, для того, чтобы ответить на этот вопрос. Смотрите, девятая глава, вот считается, что с девятой по одиннадцать, там прямо о евреях, там все о евреях, и все об этом вопросе. Безусловно, и вот девятая глава, вот ты взял, вот что, что там разбирается, там римляне еще раз говорят, что, ха, они должны были спастись, но нет, вот, значит, мы, и Павел, когда берется, разбирать, этот вопрос, дает свой ответ, расширенно, вот так вот, как Павел только может это делать, вот заводя издалека, приближая, там давая какие-то параллели, он также применяет такой оборот, вообще воля Бога, ребята, то есть, кого миловать, милует, кого ожесточать, ожесточает, тем не менее, на финале разбора этого вопроса, он говорит, что весь Израиль спасется, то есть, мы не можем сказать, что у Бога, вот как кальвинисты, например, считают, что есть предизбрание, в рамках которого, кто-то определен на помилование, и что бы он ни сделал, все равно, рано или поздно, он покается, и будет спасен, и что бы кто ни сделал, из тех, кто не предопределен, ничего не получится, и тогда возникает большущий вопрос, а где же любовь Бога, к тем, кто не предизбран, они что, не люди, они просто похожи на людей, но не люди, то есть, видите, сколько проблем, и этим местом писания, мы этот вопрос не закроем, потому что, в общем-то, это местописание, оно и не является провозглашением каким-то, оно не является аксиомой, оно лишь является частью из всего того, как Павел разъясняет вопрос, вот, римлянам разъясняет, почему евреи, на данный момент времени, не все вот приняли своего царя Машеха, почему, какая-то малая часть приняла, относительно в процентах, много приняли, десятки тысяч, на то время уже, а потом еще больше, но в целом, почему мы, римляне, начали принимать, греки начали принимать, почему мы их опережаем, а не отвергли, поэтому еще раз, здесь нужно понимать контекст, да, но это на самом деле сложный, сложный вопрос, потому что дальше написано, что, да, в 11 главе, идет описание, не хочу оставить, обратиться в неведении, да, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, чтобы полное число язычников вошло, да, и дальше он говорит те слова, как и ты как раз процитировала, спасение Якова, спасение Израиля, это тоже такой момент интересный, что у Павла впечатление такое, что он как будто устанавливает вот эту проявленную волю Божью в отношении веков, в отношении наций и всего остального, но впечатление такое по прочитанному, да, вот люди будут читать, что Бог берет и ожесточает, что Бог берет, полагает пелену на глаза, то есть, с одной стороны, если Бог полагает пелену, то кто мы, чтобы ее снимать, да, это снимается, это пелена Христом, так вот, какая часть наша в этом случае, и если Бог собирается ожесточить наше сердце, то что мы сделаем, если Он его ожесточит, мы не сможем противиться Ему, Бог добрый или Бог злой. Вот опять же, в послании к римлянам, то что, сейчас на то, на что обратил внимание Михаил, что она поделена, на самом деле, на четыре части, две основные из них, это вот, 8-9-10 глава, и это для тех, кто римляне, которые пришли в римскую церковь из римлян, из язычников. Вторая часть, большая очень, она как раз обращена тем, кто еврей в римской церкви, потому что евреи там считали, это же было противостояние, они говорили, что вам, прежде чем уверовать Христа, как нам, сначала надо стать иудеями, а потом уже, может быть, если на то будет воля Божья, стать уже христианами. И вот эта вот расприя, которая между ними существовала, она была основана на том, что было неправильное вообще понимание того, что такое вера в Иисуса Христа. И мы сейчас просто говорим немножко не о той теме, я считаю, что немножко отклонились. Я считаю, что Бог действительно... для вас скажите, Бог для вас, как вы его представляете? Он может ожесточить сердце человека? Я хочу сказать на эту тему. Или это сердце ожесточается само? Вот глагол ожесточить, хорошо, вот что может сделать Бог, как я понимаю, ведь он, свой замысел, его замысел может быть многоуровневый, например, он может тебя, Женя, вот да, мы с тобой как-то обсуждали этот вопрос, он может тебя, вот в чем-то поднимать, но вместе с этим он желает, чтобы через твое вот поднятие также кто-то поднялся. И если ты поднимаешься настолько быстро, что остальные просто могут за тобой не угнаться, потеряться по дороге, то он, в общем-то, в норме может тебя и притормозить. Правда? Вот. Это мы видим в Писании много раз, в отношении многих отдельно взятых людей, родов, семей, народов и исторических процессов. Поэтому в данном случае, там же написано, что они враги, они враги Евангелия ради вас. То есть, вот знаешь, как троллейбус, хороший вежливый человек, первый стоял в очереди, дождь, и он пропускает всех, кто сзади, женщин, стариков, детей, все заходят, а потом вот что получилось в истории? А потом получилось, что все войдя, как говорится, он не успел, двери захлопнулись, а вот троллейбус ехал, он остался под дождем на улице, вот с Израилем примерно так получилось. Вот сейчас, вот эти все, кто в троллейбусе, должны водителю намекнуть, чтобы он развернулся, забрал оставшегося. Это то, что с Израилем сейчас. Поэтому Бог может притормаживать, ожесточает, вот мы здесь можем по-разному, как бы гламаю, это сложно, да, вопрос, можно просто обратиться к переводу слова, ожесточает, это не сделать его жестоким, а ожесточает, сделать его жестким, твердым, непробиваемым. Ну, какая разница, это тоже, опять же, жестокость и жесткость, это разные вещи, на русском языке. Дорогие друзья, я вам скажу так, я вам скажу, что самых первых глав римлянам видно, что, помните, как он говорит, потому и предал их Бог по стыдным страстям. Впечатление такое, что Бог делает одно, другое, посылает, допускает и все остальное. Но мне видится ситуация по-другому, потому что, если человек тянется к этому греху, если он все время и туда руки тянет, и идет, Бог до какого-то момента сохраняет человека, не допуская проклятия, разрушения, но бывают вещи, которые он не может, то есть, он-то дал нам свободу выбора, да, и мы решаем, и мы определяем в какой-то степени, да, свое будущее, свое решение, быть нам с Богом, не быть с Богом. Поэтому в евреях и написано о том, что когда услышите голос Божий, не ожесточите ваших сердец. Это значит, что это в нашей парафии, это то, что мы можем делать, либо не можем, и мы должны следить за своим сердцем для того, чтобы оно не ожесточилось, да, написано, больше всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Поэтому, конечно, это довольно сложные вопросы, потому что в эпохах до развития церкви восставали то одни, которые утверждали предопределение, то другие, которые говорили, что все-таки от нас что-то зависит от нашего выбора и от нашего решения. Поэтому мы не ответим на все, но тем не менее мы затронули, проговорили в этом отношении. Я думаю, что сердце человека склоняется к каким-то вещам, Бог его охраняет, но если человек все равно тянется и хочет, и решает для себя сделать тот или иной выбор, то Бог уже ничего не может сделать, как только допускает, чтобы что-то произошло. Интересные мысли в отношении Ноя, впечатление такое, что Ной, что Бог, видя, что катастрофа неименуемая из-за грехов человека, дает спасительный план, ковчег, для того, чтобы Ноя его начал строить. И в этом была воля Божья, чтобы спасти людей, а не погубить их, потому что в этом на самом деле воля Божья для человека. Друзья, у нас еще следующий блок впереди, поэтому будьте с нами, не приключайтесь, мы будем очень рады, молиться и ободрять вас всячески, поэтому мы ожидаем вас через несколько минут. С древних времен его считали целебным веществом. Он знаменовал благодать, радость и оживление. Священное Писание упоминает о нем десятки раз. Его рецепт сложен и точен, обряд с его использованием свидетельствовал о том, что власть даруется от Бога, дух которого отныне будет пребывать на избраннике. Это елей помазание. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Мы приготовили для вас особый подарок. Елей из самого сердца Иерусалима. Получить его может каждый партнер, пожертвовавший более тысячи рублей в рамках программы «Тысяча партнеров» по тысяче рублей. Также вам гарантирован подарок при единовременном пожертвовании двух тысяч рублей. Будьте с нами! Не упустите свой шанс получить освященное масло со святой земли. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Отец, мы склоняемся сейчас в молитве согласия за наших драгоценных зрителей, за наших партнеров. Мы благодарим тебя, что ты высвобождаешь свое помазание, ты высвобождаешь свое благословение, что над твоим народом стоит благодать твоя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, открытая линия из Иерусалима. Мы продолжаем молиться и дискутировать на тему доброты Божьей и что от Бога приходит хорошее только или плохое. И вот мы как бы завязались на эту тему. Поэтому, друзья, давайте, я вижу, Ашот Апаян из Армении задает вопрос. Я прочту этот вопрос немножко позже, буквально, после того, как мы помолимся. Клара Узбекистан просит молиться. Наш дом будут сносить. Мы хотим получить двухкомнатную квартиру. Поддержите в молитве. Марина, молитесь за то, чтобы пришли деньги. Уже третий день задерживают зарплату. Как я понимаю, Анастасия из России просит молиться, чтобы давление, сердцебиение пришло в норму. И что... У меня забивается. И чем вызвано давление? Пусть тоже придет в божественный порядок. Все сосуды, вены новые пусть станут. Мне 29 лет. Мы помолимся за вас. Роман из Белоруссии просит... Он свидетельствует. Свидетельство такого порядка. Хочу прославить драгоценного Господа. Наш сынок полностью поправился. До этого у него была сильная простуда, высокая температура. Благодаря вашим и нашим молитвам Марк здоров, весел, активен, да благословит Бог Израилев ваш труд. Слава Господу. Поздравляем вас. На самом деле это великая радость, когда ребенок выздоравливает это я знаю, как, да, и вы, очевидно, присоединяетесь. Вера Афанасьева из Новгорода просит молиться за жажду по Богу для Володи, Германа, их спасение, исцеление Германа от кератоконуса, восстановление нашей семьи. Аминь. Давайте помолимся за всех наших дорогих друзей. Господи, мы просим тебя благослови эти финансовые вопросы, связанные с получением, с обменом, с получением двухкомнатной квартиры у Клары. Мы провозглашаем твои ответы, твое решение, мы молим тебя, Господь, чтобы ты, Господь, ты благоволишь к ней, Господи, к этой семье. Мы просим тебя, чтобы ты дал свои ответы, дал свое благословение, Господи, для Клары, чтобы она получила больше, чем она даже просит и больше, чем помышляет. Мы молим тебя, Господь, за Марину, чтобы выплатили ей полностью те деньги, которые задерживают. Мы провозглашаем благословение, Господи, из других также источников, чтобы ты задействовал их, чтобы ангелы твои могли служить. Господи, мы молимся за Анастасию, чтобы ты исцелил ее сосуды, исцелил ее сердцебиение и давление, чтобы нормализовал. Господи, мы поднимаем перед тобой, ее проблемой, сердцем, сосудами и мы молим тебя, Господь, чтобы твои ответы пришли для нее, Дух Святой. Мы просим тебя, Господь, чтобы ты коснулся и чтобы ты исцелил ее, Дух Святой. Спасибо тебе, что ты целитель наш, что мы можем доверить тебе, потому что ты наш врач, Господи. Благодарим тебя. Мы также радуемся с Романом, мы благословляем его сына Марка и благодарим тебя, что ты хранишь его и даешь ему свое здоровье. Мы молимся вместе с Верой Афанасьевой, чтобы ты дал жажду Володе и Герману, чтобы ты принес спасение в их сердца, в их жизнь, чтобы ты исцелил Германа от этой болезни. Мы провозглашаем благословение над их семьями, восстановление всей семьи, Господи. Прославляем тебя и поклоняемся тебе, Господи. Благодарим тебя во имя Иисуса Христа, все почести тебе. Итак, Ашот Апаян задает такой вопрос. Слава Богу за всех вас и за тебя, брат, тоже слава Богу. Вопрос. Выполнили ли Бог через Иисуса Христа, нашего Господа, все свои обетования, которые даровал в Старом Завете? Если да, может нам надо с верой взять то, что Отец наш Небесный дал нам, как сонаследникам с Иисусом Христом. Он приводит местописание в Ефесянам 1.3, где написано, что все духовные благословения в небесах уже дарованы нам. И вот скажите ваше множественное зрение. И Римлянам 8.32. 8.32. Что вы скажете, дорогие эксперты в этой области? То есть мысль такая, Христос все нам даровал уже. Все потребное для жизни и благочестие. Эти местописания мы можем найти в Петра, мы можем найти в Римлянах, в Ефесянах. Единственное, каждый по Кеннету Копланду он говорит о том, что мы можем востребовать и верой войти в эти обетования, чтобы они исполнились. Я думаю, что... Да, вот ваш мессианский ответ такой ободрительный, скажите. Я не думаю, что будет сильно ободрительный, но, по крайней мере, в нем... Опять вы никого не ободрите, да? Все, я попробую, по крайней мере. Постарайся. Постарайся. Звучит очень ободрительно. Я не знаю, почему ты снизил планку и стал как бы подводить нас к чему-то ужасному. Нет, я постараюсь все-таки подвести к еще более высокой планке, на самом деле. Но прежде чем что-то получить, нужно что-то сделать. Нужно что-то дать. Может быть и дать, но в первую очередь нужно что-то сделать. И первое действие, которое должен совершить человек, желающий что-то получить, он должен захотеть это получить. И некоторые говорят, а правильно ли я молюсь, а правильно ли я прошу у Бога чего-то? Я думаю, что человек может просить у Бога всего, всего чего угодно. От, чтобы завтра ему начислили зарплату, вот одна сестра писала, да? Да, мы снизили начинку. До того, чтобы приобрести завтра какой-нибудь новый супермерседес. Все возможно верующему написано. Но почему Бог одним дает, а другим не дает? Причем дает верующим. Не говорю там про неверующих, которые в миру это покупают. А именно вот кто-то из верующих ездит на дорогущих машинах, скажем, или имеет свои самолеты, а кто-то перебивается там с хлеба на воду. Почему? Одна и та же благодать. Это же благодать на благодать. Я уже говорил об этом здесь, повторю еще раз, что ободрение это состоится в том, что у нас все есть, и мы должны найти правильный путь к этому. Но правильный путь находится в мотивации. Бог проверяет нашу мотивацию. Когда у нас правильная мотивация, мы получим все, что мы хотим. Потому что многие просят чего-то. Не на добро. Не то, что не на добро. Он даже пишет, вот Павел пишет в свое время, говорит, что все ищут своего, никто не ищет Христова, Бога, угодного Богу. Когда мы говорим, Господь, да я там то, да я это, приходит момент благодати, и мы получаем это. А потом что-то, мало ли что там, понаобещаешь, да, с перепугу. И начинаем забывать свои обеты, на самом деле. И в этот момент Бог начинает эти идолы с нашего пути убирать. И нам кажется, о, это вот не от Бога, это от дьявола, что же я такого натворил. Да ты просто не исполнил то, что он и обещал. Если неправильная мотивация у человека, то скорее всего он и не получит. А если уже получил, имея это. Скажи мне, я правильно понял, что если я буду искать Божьего, то тогда, вот только Божьего, в соответствии с Павлом, то я буду летать на самолетах и на Мерседесах. Если тебе это нужно, будешь. Но дело же не в этом, летать на самолетах и ездить на Мерседесах. Иисус же говорит, ищите в первую очередь Царство Небесное и правды его, а все остальное приложится. что все это тебе не нужно. Может быть оно и нужно. Вот, например, пока я был неверующим, да, вот я уже 20, сколько, 4 года в Израиле, и из этих 24 лет я понимал, что машина мне вообще не нужна. Потому что я жил в непосредственной близости от работы. Для начала, потом, когда уже открыл бизнес, у меня был, я снимал сначала место для офиса, потом рядом с ним на склад квартиру. И у меня все мои бизнесы были там в двушаговой удаленности от офиса. И вот сейчас, когда я служу, я понимаю, что вот машина все-таки нужна, потому что туда поехать, этому послужить, того привезти, этого отвезти. Да. В субботу съездить куда-то. Да. Я понимаю, что Бог хочет меня этим каким-то образом благословить, но для того, чтобы я благословился этим, мне нужно, во-первых, проверить свое сердце, а для неволи я это делаю. Во-вторых, мне нужно сделать какие-то определенные действия, для начала права получить. У меня их нет. Для того, чтобы пойти получить права, нужно сначала себя мотивировать, чтобы себя мотивировать, получить права. Можно нанять водителя с права. Все можно. Все возможно верующим. Вопрос, как бы, Бог устраивает наши пути, когда у нас правильная мотивация, и мы вешаем его правды, а не своего. Спасибо. Спасибо, что ты... Моя очередь, да. Ну, ты можешь не добавлять, не обязательно. Если бы нас поместили в передачу, где нам нужно было бы спорить, передача бы провалилась, потому что мы просто потакивали... Вы не спорите, вы одной, да. Вы одного. Да, да. По поводу все ли обетования исполнились, вот, да, которые Ишу обещал, исполнили, которые вот должны, но он исполнился. Нет, не все. Например, он еще не пришел второй раз, да, и мы его ждем. Ну, это и так понятно. По поводу того, что... Вот я вспомнил два местописания, я хочу сейчас вот на них остановиться и постараюсь быть краток. Первое место не упивайте с вином, от которого бывает распутство. В мире его переначили до пей, ну не упивайся, мы знаем, да. Как бы это хорошее оправдание того, что я выпиваю литра два, в общем-то не упился. То есть, как бы все, все по писанию. Шутка. Да, смотрите. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом святым. Так звучит этот стих, мы знаем. И здесь вот есть как бы альтернатива. То есть, то, что люди ищут от вина, свободы, какой-то, может быть, легкости внутри, какого-то забвения от боли, этого нужно не искать, это нужно искать не в вине, а в духе святом. То есть, Бог говорит, что ищите прежде всего царствие Божьего, а потом, как ты сказал, Жень, потом вам самим станет ясно, что вам нужно по-настоящему, а что нет. Может быть, вам нужно то сейчас вот, да, что настолько вредно вам, что я просто не могу этого дать, как бы вы годами меня об этом не просили. Как отец любящий, он рассуждает подобным образом. Второй момент. Я вот вспомнил место писания, когда там мне открылось, как я считаю, Павел пишет, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Здесь ключевым словом является слово жить, то есть, не существовать, а жить правильно, жить в радости, именно жить в полноте Божьей, то есть, жить, радоваться, наслаждаться, просто, ну, именно ловить кайф, извините, вот каждой секунды бытия. Так вот, он вышел на такой уровень взаимоотношения с Богом, что внешнее, что вот в его, в данный момент в жизни окружало, например, скудость, она не могла лишить его возможности жить. И если это было изобилие, оно также не сбивало его с истинного пути. Потому что, что бывает? Бывает изобилие, и ты начинаешь развращаться, ты не умеешь жить еще, не умеешь держать себя в руках. Бывает скудость, и ты начинаешь клясть Бога, клясть людей, вообще совершать какие-то глупейшие поступки, связанные не просто с грехом, а просто являющиеся шагом к смерти. Вот поэтому, я думаю, главным здесь является следующее. Нам нужно очень тщательно разобраться в том, в чем же действительно обетование Бога по отношению к нам. Вспомните имена Бога, Бога, Яхве Шалом, дает мир, Яхве Ра, то есть, Бог исцеляет, знамя нашим, он позволяет нам одержать победу над всем тем, что нас мучает, порабощает, угнетает, добивает часто. Вот это все то, что нам обещано. Что будет при этом у нас? Мерседес, Запорожец, пешком, как Авиэль сказал. Я не знаю, но поверьте, есть люди, которые действительно нашли жизнь, а что у них при этом есть, много или мало, с финансовой точки зрения, становится уже не важно. Спасибо. Вот такой еврейский ответ, так что принимайте, как есть. Да, принимайте, как есть. Друзья, возвращаемся к теме исцеления, исцеления для еврейского народа. Давайте попробуем ответить вот на такой вопрос, может ли Бог иногда давать болезни для исправления? Что вы думаете на этот счет? Хотя я... Можно я начну? Да. Пожалуйста. Я Вилл, извини. Я сейчас, я даже закладочку заложил, так, нашел в книге Иова, в 33 главе, читаю, друзья, Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, это Он уже когда в другой раз говорит, когда вот хочет что-то важное донести до человека, приходит сверхъестественным образом по-разному, через видение, через людей, как угодно, через ослицу мы знаем, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или, следующий этап, или Он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих и жизнью отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть пропадает так, что не видно, показывается кости и так далее, и так далее. Душа приближается к могиле, жить в смерти, и вот потом написано, что если есть у него ангел, наставник. Краткое толкование. У меня есть дочь, я ее очень люблю, и я помню, что я, по-моему, один раз точно отменил выступление в другом городе и вернулся домой, потому что она сильно заболела, когда ей был год. Мне просто было внутри очень тяжело, и я из Писания знаю, что мы имеем отцовство по доверенности, то есть там написано, что мы имеем от него отцовство, то есть он внутри нас заложил какие-то такие чувства, которые просто не дают нам быть в покое, когда нашим детям плохо, когда они болеют, когда у них проблемы. Это нормально. Плохо, когда это не так у отцов, когда им все равно. Вот здесь проблемы. И поэтому я верю, что отец очень страдает, отец небесный, истинный отец, когда его дети болеют, мучаются, когда им больно, когда они боятся, когда у них какие-то вот проблемы внутри, снаружи, в костях, неважно где. Вместе с этим, что я хочу сказать, в ряде случаев, та свобода выбора, которую Бог предоставил человеку, и право, на которое он дал нам навсегда, она толкает человека использовать ее во грех, и расплатой за это является болезнью. В этом случае Бог может стоять в стороне. Может стоять в стороне. Переживая, может льет слезу, вот фигурально скажу, нету, наверное, у него слезы, но вот так болит душа. Но стоит в стороне. А готовый по первой молитве прийти на помощь, если до человека начинает что-то доходить. Вот я думаю, об этом говорит нам Иов. Я считаю, что Всевышний не желает насылать на нас болезни. Он не Бог, такой вот знаете, мелкомстительный такой. Нет. вообще великодушие в максимуме. Но однако же наши пути иногда заводят нас в болезни. И то, что мы стоим, к сожалению, на таких вот путях твердо, зачастую не позволяет нам получить от Бога исцеление, которое нам в этот момент очень сильно сострадает, но предоставляет нас нашему выбору. К сожалению. Слава Богу. Хороший ответ, что мы сами уходим, сами терпим, но всегда можем вернуться. Всегда можем вернуться и сделать правильные выводы для себя. Авель, скажи, что ты думаешь на этот счет? Как нам сегодня принять исцеление? Писание говорит, что евреи вышли, прошли эту ночь, вышли, шли по пустыне. Много чудес было. Включая то, что они вышли в коленах, в их коленах, не в коленях, никто из них не болел, и мы видим, что какие-то заветные вещи происходят. Помимо этого, написано, обобрали они еще в полном избытке. Они были рабами, и Бог расположил египтян как раз, и они расположились, и слава Богу. Скажи твое мнение на этот счет, как евреи принимали это исцеление, и каким образом нам сегодня принять исцеление? Что ты посоветуешь людям, которые болеют? Я не думаю, что им нужно было принимать исцеление. У них в нем не было необходимости, потому что я думаю, что речь идет, во-первых, надо помнить, что речь идет о евреях. Само то, что Бог выводил евреев из Египта, это уже одна сплошная головная боль. У Бога. И ему еще только о здоровье было беспокоиться. Я думаю, что он изначально просто запрограммировал то, что действительно в коленах не будет болячек, и обувь не будет снашиваться. Потому что если они сейчас еще будут говорить, что у них сандалии стащились, то это будет вообще уже там... Один ропот. Поэтому я думаю, что вот этот вот путь они должны были пройти. И это было, кстати, одно из чудес, что действительно 40 лет не одно поколение сменилось, два поколения, мы знаем, сменилось. и не было в коленах их болячек. Это значит, что независимо от того, чем они занимались, а мы знали, что занимались каждый там своим родом деятельностью в пустыне, независимо от того, чем он занимался, кто что на себе носил, кто там что растилал, выковывал и так далее, они о болезнях вообще не задумывались. И им тогда не нужно было принимать это исцеление, не было от чего исцеляться, ну кроме, может быть, душевных исцелений или духовных. А вот нам сегодня, как быть, мы выходим из своего дома рабства прежнего, принимать исцеление. И знаете, я знаю много разных свидетельств. Есть люди, которые говорят, слушайте, я был больной, у меня был СПИД, там что-то там было, там гепатит С, я покаялся и думал, что вот теперь я умру наконец и буду с Богом, до этого я боялся умереть, потому что я не знал, куда я пойду. Идет, значит, и проходит месяц, два, год, три, пять, и он не умирает, он идет, идет анализ, а нет, у него не СПИД, не гепатита С. И он теперь не знает, ну здрасте, я же к смерти готовился, тут теперь жить нужно и долго, и счастливо, и в избытке. И вот я думаю, что это как раз то самое чудо, которое Бог совершает, потому что человек, когда приходил к Богу, он искал Бога, а не каких-то своих собственных выгод. Я знаю людей, которые приходили к Богу, потому что они знали, что за них помолятся, они истерятся. И они истерялись, но исцелившись, они забывали, откуда это чудо пришло. И когда они переставали продолжать выстраивать свои отношения с Богом, болезнь вернулась обратно. То есть, Бог способен оградить нас от всего чего угодно, пока мы с Ним. Вот то, что сейчас говорил Михаил, что он стоит, может быть, в стороне, будет стоять, пока мы не покаемся, и он тогда придет просто и, будем так говорить, одним розчерком пера все эти сатанинские дела уберет. Но иногда мы не в состоянии принять исцеление только по одной простой причине. Мы не хотим его принимать, потому что нам будет трудно потом оправдываться, почему же у нас все плохо. Нам не о чем будет плакать, нам не о чем будет жаловаться. Мы перестанем быть благочестивыми и довольными, потому что, ну, сегодня нас жалеют, сегодня нам платят социальное страхование, как оно здесь называется, социальное страхование. Вам платят, нам платят, да. Люди, которые нас смотрят, большая часть им не платят. Нам, слава Господу, не платят, нам не за что платить, да. Нам платят пенсии, нам платят, нам платят, нам то положено, это положено, и все ищут каких-то там выгод и так далее. Но, но на самом деле, вы знаете, если это все пропадет, я разговаривал с человеком, говорю, давай мы с тебя помолимся, и Господь тебя исцелит. Он говорит, если Господь меня исцелит, мне перестанут платить пособия по инвалидности. Вот так, видишь. И вот спроси этого человека, хочешь ты исцелиться? Мне это напоминает историю с этим парнем, который, я не знаю, сколько ему было лет, но минимум 38, который лежал в Бейтхэзде, вот здесь недалеко, 38 лет он там лежал, верил в сказку про что-то там, что там что-то забурлит, и его туда кто-нибудь спихнет, но никто туда не спихивал эту воду. И вот приходит к нему Бог и говорит, исцелиться хочешь? А тот ему сказку рассказывает, почему он до сих пор не исцелен. Большинство людей вот так и живет. Приходит Бог и говорит, исцелиться хочешь? А он говорит, а вот знаешь, я вот здесь 38 лет уже лежу, и вот не знаю, что происходит. Он говорит, я же тебя не то спросил. Ну, я бы еще добавил, я вспоминаю этот отрывок, этот момент, когда Господь приходит воскрешать Лазарь, и он задает вопрос, я из воскресения и жизнь. Веришь ли ты? Да, воскрешу его, да, в последний день. То есть мы все верим в такую абстракцию, не в абстракцию, это вроде бы конкретные вещи, но они не касаются сегодняшнего дня, они касаются там, когда Машеях придет, тогда все воскреснут, и в это как бы все вроде могут поверить, потому что это не требует от нас веры вот в получение и в задействование сейчас, да, вот тех вещей, ресурсов, которые могут произойти, потому что мы можем верить, что Христос исцелил всех, а вот принять исцеление для себя сегодня, это большой вопрос, это большое время. Я хочу вот очень, я жду, хочу вот просто добавить вот Авеля, чем больше его слушают, тем больше я его люблю, и, да, и смотрите, вот у меня на эту тему есть, да, давно я уже, я недавно в Фейсбуке прочитал воспоминания свои за тринадцатый год, и перепост даже сделал, того, о чем говорил, перед Песохом про исцеление. В моем понимании, вот есть, вот Бог, давайте так, вот как модель, вот Бог, а вот то место, где есть человек, вдали от Бога. Значит, Бог это источник жизни, и когда ты приближаешься к Богу, то ты начинаешь наполняться всем тем, что тебя обновляет. Когда ты удаляешься от Бога, ты теряешь эту связь, и ты начинаешь разрушаться. Наука называет это болезнь. Вот, Израиль, выйдя из Египта, двинулся решительно к Богу, сделали решительный шаг к Богу. Выздоровели все. Я не знаю, кто чем там болел, болели, не болели, верю Писанию, что стали все здоровы. Это было чудо. Однако, это было чудо для человека, для Бога, это естественно. Они приблизились к вечному, там, где нет ничего такого, что вот само, как процесс разрушения. Затем, удаляясь от Бога, через ропот, через идолопоклонничество, они начали, куда возвращаться? Возвращаться туда, где разрушение. И, разумеется, в каждых разных вот людях это выражалось разными болячками. Я думаю, что сегодня мы можем с вами вспомнить все эти примеры исхода и попробовать. Возможно, даже, знаете, кому-то сказал бы, может быть, кому-то, кто давно молится об исцелении чего-то и ничего не получается, откажитесь молиться за исцеление. Попробуйте просто молиться по-другому. Господь, я хочу быть с тобой. Просто отказываюсь молиться за исцеление тела, хочу быть с тобой. Научи меня быть с тобой. Даже не знаю, чего прошу, но научи. Я не знаю, чем это будет сопровождаться, радостью обновляющейся точно будет сопровождаться. Попробуйте. Попробуйте. Прекрасные слова в конце. Вы знаете, я скажу вам, что очень ценные мысли, что когда мы делаем один шаг по направлению к Богу, Он делает множество шагов к нам. И на самом деле, Он нас не оставляет. Это мы отклоняемся от курса и отставляем его. И оказываемся сами, потому что Он наполняет нашу жизнь. И мы должны с вами действительно стремиться к Нему и, может быть, не зацикливаться на каких-то отдельных моментах, а сконцентрировать внимание на Него. Дорогие друзья, мы молимся заключительной молитвой за просьбу Андрея. Отец Небесный, мы просим тебя, чтобы ты благословил Настю Денисову, чтобы ты умножил в ней веру, чтобы ты дал ей слово и исцелил ее, Господи. Мы также молимся, также, Господи, за Линару, чтобы ты хранил плачево ее, чтобы Господи сохранил, довел до родов и дал силу родить. Господи, мы также молимся о финансовой поддержке для Люсины, чтобы ты поддержал ее, чтобы муж ее поддержал, чтобы ты благословил их, Отец. Также веру, благослови ее маму, чтобы боль прошла во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем благословение на данной, о том, чтобы финансовое восполнение пришло, Господи, благослови Беллу и ответ на ее молитву в отношении Дмитрия. Мы провозглашаем благословение, Господь, над всеми нашими дорогими телезрителями. Мы молимся и искренне желаем, чтобы Господь призрел на вас светлым лицом своим и помиловал вас. Пусть он будет с вами, знайте, что он близок к вам, знайте, что он тот друг, который отвечает, когда вы просите во имя Иисуса Христа. До свидания, пусть Господь будет с вами. Мне необходимо было внести сумму за кредит, но денег не было. Очень нужно бросить курить, на всякий раз беру в руки сигареты и думаю, что это последнее. Я совсем отчаялась. Почему мне Господь дал больных детей? Может быть, это отдержимость, или Бог меня наказал? Но, Боже, более всего мы благодарим Тебя, что Ты сам созидаешь в детях своих веру и движение Святого Духа, потому что мы живем, дышим, движемся от Тобой. Спасибо вам за Мориту, и пусть эта история станет огромным свидетельством любви и заботы Господа к своим битям. Благодарим Тебя, что Твоя воля для каждого из нас благая, удобная, и совершение. Господи, мы просим Тебя, пусть свет Твой придет. Пусть придет в каждый уголок разум, в каждую сферу жизни других словах, в каждые мысли, Господь, чтобы это освещение приходило, чтобы при каждой мысли, приходящей в разум, приходил вместе с этой мыслью, свет, Господь, Слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok